На борьбу с коронавирусом в регионе сегодня брошены все силы и средства. Практически на пределе возможности работают профильные службы и ведомства. Но особенная благодарность, конечно же, тем, кто дежурит в больницах у постели пациентов. Медики бьются за жизнь и здоровье каждого, забывая зачастую о себе. Смена по 8 часов в сутки. И всё это время ни поесть, ни попить. Каково это быть на передовой в период пандемии? Ответ наша съемочная группа получила от врача-инфекциониста Ежкаролинской городской больницы Людмилы Ахеевой. Она мечтала стать врачом с 4 лет. На день рождения лучший подарок был фониндоскоп. Поэтому и вопрос о будущей профессии перед Людмилой Ахеевой не вставал. А среди всех направлений выпускница медицинского вуза предпочла, на удивление многим однокурсникам, борьбу с инфекционными заболеваниями. Сейчас Людмила Юрьевна, что называется, на передовой. Наряду с коллегами, засучив рукава, она спасает пациентов с коронавирусом. Работа, конечно, у нас тяжелая, но работаем мы в команде. Команда у нас очень сильная, все друг друга поддерживают. Прием идет у нас ежедневно, круглосуточные пациенты. Смены выходят люди на 8 часов. Мы находимся в полной экипировке в 8 часов. Затем мы снимаем одежду, очищаемся и идем в чистую зону. Она говорит об этом настолько спокойно, будто эти 8 часов даются медикам легко и просто. На самом деле, все это время у них нет возможности даже сделать глоток воды. Представьте, это полный рабочий день для большинства людей. Без перекусов и малейшего отдыха. При этом никто ни разу вслух не сказал – устал, не буду, не хочу, боюсь. Больше беспокойство у тех, кто не работает в инфекционном корпусе. Вот другие боятся больше. Доктора, те отделения, которые не задействованы, у них страха намного больше, чем у тех, кто здесь работает. Все, кто уже зашли сюда, они никто уже не жалуется, все работают. С 8 до 16, с 16 до 24, с 24 до 8. Как бы три смены. Они туда заходят, одевают костюмы, полностью уже не выходят ни пить, ни есть, ни в туалет эти 8 часов, если уж кто-то там что-то, крайняя необходимость. Потом они смену отработали, приходит следующая партия. Все, кто отработали, уходят, поднимаются. У нас есть помещение для персонала, у другая совершенно лестница, другой вход. Они поднимаются на третий этаж, там хотя бы могут перекусить, там чуть-чуть отдохнуть и домой. Нам помогают две компании, которые помогают с хорошей вкусной едой, не такой, как у нас обычная там больничная еда. Именно людей, которые вышли вот с такой 8-часовой смены, чтобы что-то вкусное, такое необычное, они могут перекусить. То есть более нормальное настроение, чтобы до дома добраться, чтобы сил хватило. Устают не только медики. В больницах сегодня задействованы все хозяйственные службы. Во время подготовки медучреждений для приема пациентов с COVID-19 работы здесь хватает для всех. Развернуть новые койки, убрать все то, что не подлежит обработке. А местами и вовсе перепрофилировать целое отделение подинфекционное. И все в сжатые сроки. К примеру, здесь еще недавно была кардиология. А скоро сюда начнут завозить пациентов с коронавирусом. Как говорят врачи, действовать приходится на опережение. Кислородные трубки уже проведены, сварены, но нет клапанов кислородных. Клапаны на заводе, вот только сегодня их изготовили, утром их там покрасили. Сегодня уже машина, уехала специальная машина за ними, уже вечером привезет поздно ночью. Завтра мы будем устанавливать. В субботу мы готовы, это крыло уже открыто для пациентов. Мы так работаем, в принципе, с колес уже три недели. Пусочек мы сделаем, открываем. Пусочек сделаем, открываем. Пациентам, то есть успеваем сделать до поступления пациентов. Лекарств и средств защиты в МРЛ хватает. Чтобы дефицита не было и впредь, из резервного фонда правительства Минздравой Республики выделено еще 8 миллионов рублей. Поддержка идет и из федерального бюджета. Нам ведь, условно говоря, и выделили финансовые средства федеральные, данное приобретение, и в аппаратах экскуртной вентиляции, и для шприцевых насосов, которые медленно за эти растворы вводят, с помощью этих насосов специальных вводится кровь, и для мониторов, для того, чтобы следить за состоянием пациента, вот, и там дыхательные маски, ингаляторы. Но, к сожалению, одновременно во всей стране и во всем мире началась заболевание, ну, вот эта эпидемия, пандемия, да, и поэтому сейчас одновременно всем выдали средства, выделили, и все одновременно закупают, просто в наличии очень много чего нет. И все контракты вот уже сейчас смотрим даже не настолько, сколько это стоит, а самый главный критерий, когда привезут эту оборудование. Между тем, наше здоровье сегодня в наших с вами руках. Разорвать цепочку распространения коронавируса в регионе, стране, мире одним лишь медикам не под силу. Остаться дома, лишний раз не сходить в магазин или обойти стороной компанию людей на улице – вот тот небольшой вклад простых людей, который может стать неоценимым для врачей и медсестер в нынешней ситуации. Так почему, если они думают о нас, то мы так часто забываем о них? Лучше посидеть дома с семьей. Тогда меньше будет заболевших, меньше будет у нас работы. Героем у нас никто не считает себя. Абсолютно никто. Потому что все работают на одно дело. На дело, чтобы быстрее поправились наши пациенты, чтобы им стало легче. И вы знаете, самое, наверное, большое, что мы испытываем здесь, что нам придает силы в нашей работе – это то, когда заходишь к пациенту, когда видишь положительную динамику, и особенно у тех, кто находится на искусственной вентиляции легких, когда к ним заходишь через некоторое время, они начинают улыбаться. Вот это настоящий прямо допинг для того, чтобы работать и трудиться. Продолжение следует...